Собственно, я не заморачивался. Я вначале делал презентацию, у меня было три слайда. Теперь у меня одна картинка. Чисто ЛВЕ-шный формат. Одна картинка, и здесь всё понятно. Значит, у меня простой вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки все те, кто не использовал НФС никогда. Не использовал. Два человека, у нас три. То есть три человека, они знают, что такое network file system, да? Красивый этот коммент, спасибо. Значит, классика жанров. Практически все мы используем НФС третьей версии. Там, где один клиент подключается в одну точку, в один сторидж. Классно всё это работает местами. Пока каналов между этим сториджем и клиентом хватает. В какой-то момент, мой коллега очень хорошо рассказал, что можно, конечно, наращивать производительность одного конкретного сториджа, но мы упираемся в том, что этот сторидж может быть бесконечным быстрым, а каналы, да, далеко, бесспорно. И, конечно, он может, вот эти все каналы просто не могут пропустить тот объем данных, который есть. Мы тогда что делаем? Мы начинаем вспоминать такие слова, как InfiniBand, да, и потом мы думаем, что давайте посчитаем InfiniBand, а потом, как посчитали InfiniBand, давайте подумаем, что есть еще. А потом, когда сказали, ну ладно, купим, приходим к коллегам, что нам говорят, а давайте подумаем за вообще драйвера к этому всему, и узнаем, что последние драйвера вышли в 2006, и некоторых систем вообще тогда и в помине не было, а третьего ядра так и подавно. И здесь происходит интересная тема, что в реальности у нас у всех есть один, два, ну, может, три у кого-то повезет сториджа NFS различных назначений, там, бэкапы, может, горячие данные, может, у вас построена система, и в какой-то момент времени вы хотите объединить это все дело в единое пространство и работать с этим воочию. Строить новую систему именно по физическому уровню, перевозить это на AFC, перевозить это на InfiniBand, на что угодно, достаточно трудоемко и очень часто не хочется делать, потому что зачем трогать, что и так работает. Тогда появляются два варианта. Есть один вариант, я, наверное, либо в калуарах, либо в следующих версиях расскажу. На бире я рассказывал, это про FTFS, когда отдельные файлы, отдельные директории, конечные файловые системы располагаются на различных сториджах. Вот так. Но это все классно, но одна проблема, это дело очень узко масштабируется, то есть нужно будет просто отдельную точку монтирования вытягивать на отдельный сторидж, и это налагает определенные ограничения. Тогда мы вспоминаем наш любимый PNFS, который снова появился. Значит, что позволяет сделать PNFS? PNFS позволяет различными методами, а их три, это объектные, блочные, файловые, распределить равномерно все данные между клиентами, которые используют по различной логике между хранилками. Что для этого делается? Для этого выводится отдельная субстанция в виде мета-сервера, в котором происходит сохранение всей лейаут-разметки для клиентов, и клиенты как раз-таки с ним общаются по теме мета-данных. Непосредственное общение с объектами, будь то это части файлов, либо полная разметка, происходит непосредственно с серверами. Технология, в силу того, что реализация этого протокола была регламентирована рамками возможностей NFS 3, для того чтобы было совмещение, эмуляция клиентов, распределение элементов между накопителями возможно по небольшому количеству логики. Первая — это логика рейда нулевого со всеми вытекающими. Вторая логика — это рейд первый и рейд пятый и рейд шестой. Собственно, это один из вариантов построения 666-го рейда, да? Да-да-да, я буду продвигать эту тему постоянно. Что происходит при работе, как происходит параллельное? Параллельное работа осуществляется именно основного потока обработки данных. Обработка данных, именно чтение, коммиты и прочее тянутся по своим линиям, которые могут под собой иметь достаточно разношерстную архитектуру. То есть некоторые хранилки могут иметь 10-гигабитные подключения, некоторые 1-гигабитные, некоторые могут 4 по одному. И разграничения происходят за счет того, что в мета-сервере хранится информация о весах каждой из хранилок. То есть помимо логики происходит определение весов, которые по сути в процентах определяются по потоку обращений. Веса двойные, то есть вес на записи, вес на чтение. Между собой система хранения данных, вот эти одиночные NFS-сервера, общаются по отдельному протоколу связи. Обычно это одна отдельная сеть с мета-сервером. Их задача заключается в том, что при взаимодействии различных логик типа 5-го, 6-го рейда на уровне системы хранения можно сделать такую вещь, как… Ну необходимо делать вещь, это контроль parity и контроль транзакции на конечную запись. Вся эта система успешно достаточно работает, за исключением маленьких нюансов. Есть ахиллесова пита, ее все прекрасно, думаю, увидели, это мета-данные, которые хранятся на мета-сервере. Они классически кластеризуются, мета-данные представлены в… могут быть представлены в виде базы и вынесены, соответственно, в кластеризованный вариант базы post-gree либо мускула. Теперь вопрос, где это все счастье берется. Это все счастье нативно поддерживается в полном объеме с третьего ядра на уровне ядра и с версии 2.64 или 2.65, по-моему, идет поддержка уровня файлов. То есть когда файлы будут… Логика рейда натягивается на уровне не блока, а файлов именно здесь. То есть файл там расположился на первой хранилке и продублировался на пятой, к примеру. Собственно, все, лаконичный… И до свидания. Готовы ответить на все вопросы. Влад, такой вопрос. А один сервер для мета-данных используете? Неважно, по кластерам идет, что они в кластерах. С двумя не пробовали? В продакшене используется кластер из трех мета-серверов. В силу того, что мета-данные хранятся в post-gree, это обычный кластер мета-данных. То есть приятность протокола заключается в том, что он не выстраивает никакой своей отдельной логики, а использует общие принятые наработки. В отличие от того же iSkise, когда нужно выдумывать с различными вариантами оборудования, здесь достаточно все просто и явно и достаточно распространено в использовании. Вот там. Вот так вы тогда привлеките внимание уже. Да, привет. Привет. Мы, помню, рассматривали PNFS, это года три назад, и, в общем, она показалась довольно глючной на тот момент. Это было ядро 3, что-то там, 16 вроде бы, ну, в седьмом хеле. Что? 3,10. Ну, 3,10, значит. 3,16 дебюс, точно. Короче, в итоге мы остановились на том, что мы взяли NFS Ganesha и натравили ее на сев, и это оказалось намного надежнее и быстрее. Ты это не рассматривал, вот такой вариант пространения? Здесь, как бы, главный мой посыл рассказа вот этого всего. Дело в том, что есть маленький нюанс. Для того, чтобы из имеющихся, скажем, трех хранилок, уже действующих NFS, тебе, чтобы собрать цев и полностью, и натянуть туда NFS, тебе придется полностью потерять эти данные. А трансформацию, а трансформировать NFS с третьей до четвертой версии в параллельную можно сделать на лету. Ну, единственное, ну, как на лету, единственное, что тебе придется перемаунтить сторож. Но при этом у тебя потеря данных не осуществляется в целом. И когда ты так собираешь систему, у тебя некоторые накопители, они просто-напросто говорят, что запускают процесс синка и либо ребилда всего массива. Ну, короче, я понял. Ты имеешь в виду, что у тебя есть уже. Да, то есть, как правило, у нас у всех есть какие-то хранилки. Их одна, две. Я сейчас не говорю, что это жесткий интерприз, потому что, как и любой open source, последние коммиты по NFS закончились в 2012 году. К сожалению, сейчас уже намного далеко мы ушли. И, соответственно, вполне возможно, что нарушения, какие-то вещи могут в ядре уже конфликтовать с такими действиями, как нарезка метаданных и распределение потока по различным каналам связи, потому что очень активно сейчас работает InfiniBand в плане возврата своих позиций в ядра. Ну, это нюансы, которые, как любой инженер, требуют подгона под… Любой open source требует подгона напильника. Вопросы еще? У меня вот такой вопрос. А насколько часто отдергивается сервер с метаданными? То есть насколько сильно проседает задержка работы из-за того, что нужно еще сервер метаданных опрашивать периодически? Значит, в общем потоке, если проанализировать весь спектр по NFS, вообще NFS классического третьего, поток метаданных составляет 16% порядка. То есть может быть до 23% доходить в теории. Достаточно большой кусок, но здесь нужно понимать, что не все метаданные, а конкретно данные по работе с конечным блоком, они на метасервере не находятся. Поэтому работа с данными по конкретным блокам, адресатам, все равно существует здесь. На уровне метасервера хранятся глобальные метаданные разметки, которые позволяют и где-то порядка 8% от всего потока. Активно используются, если и возрастает это, например, если ты используешь PNFS слой, используешь в качестве слоя дата-стора для виртуализации при запуске виртуальных машин, когда происходит открытие лейаута и определение состояния, где что находится. А в дальнейшей работе уже нагрузка метаданных, когда вся сессия по конкретному объекту открыта, она возлагается на вот эти накопители. То есть поэтому в какой-то момент времени, если у тебя порядка 10% производительности вот здесь не заложено от общего потока, то оно, да, будет проваливаться. Ну, будет у тебя там 20 серваков, он будет такой же один, он будет тормозить систему, это правда. Ну, 3 это как бы распространенный элемент, обычно 3-4 есть у людей. Там еще есть? Правильно ли я понял, что сервер метаданных используется на каждый запрос? На каждый запрос формирования лейаута. То есть когда идет алгоритм, когда идет запрос на открытие и осознание, где находится объект. Когда эта информация передана в полном объеме, уже непосредственно метаданные по управлению этим объектом, какие нужно изменить ее составные части, переработают непосредственно серверами уже. Просто сокровенный вопрос. Какая у тебя сеть и какая производительность, например, на RandomWrite? RandomWrite, смотри, здесь очень важный аспект. Цель PNFS заключается в том, что оно организовывает работу нескольких хранилок между собой. И тем самым я могу получить RandomWrite примерно на том же уровне, на том, что я получаю, ну, минимально, на том, что, как получается, один объект. Если у меня идет очень хорошее распределение типа RAID 0, и я получаю в хороший створ, там, скажем, у меня 4 сервера, чисто по Penalty, то у меня где-то 1,8x получается. Ну, вот относительно от обычной хранилки такого же элемента. Ну, то есть было 2 мегабайта в секунду, стало 1,4, это сколько? Ну, где-то 3,6-3,7 станет. 3,7 мегабайта в секунду. Ну, условно. При этом нужно понимать, что PNFS достаточно гибкий, и в нем могут быть хранилки с большим объемом, меньшим. То есть тут и производительности. В качестве сети… PNFS очень низкая, она на десятках мегабайт в секунду сама по себе. Нет, она… У меня больше… Я раскачегаривал его больше 300, суммарно. То есть весь пул… Так сеть не тянет? Сеть обычный Ethernet внутри. Больше 300, обычный гигабит? Не, никак. Так я сейчас говорю тебе про весь пул сразу. То есть все клиенты, которые… Потому что сеть, которая организовывалась, клиенты находились в нашей любимой 7-тысячной корзине, в нее 4 десятки, а все эти накопители были по 2 канала в Latsby. То есть есть, как бы, предел наштабирования есть. Естественно, если мы сделаем без учета пенальти, то есть, например, в логике 5-го рейта поставим 4 сервера, то у нас, естественно, будет периодогрузка одного сервера, и увеличение производительности будет ниже значительно. Сторид же всех угнетывает. Что у нас еще с вопросами? Если вопросы у нас закончились, тогда еще раз спасибо докладчику. АПЛОДИСМЕНТЫ